Субтитры делал DimaTorzok Вот такой корпус получился. Какие минусы я понял в изготовлении автомобиля? То, что я не знаю нифига дизайн. Построение вот именно вот этих частей, как всё, что это делается, надо чуть-чуть подучиться. Всё, что связано с автодизайном, нужно это всё дело подучить. Что у нас по каркасу? Каркас вот так выглядит. Багажник выбран, окна выбраны, всё вот в таком духе. Можно обрезать вот эту нижнюю часть и сделать более досконально уже. Здесь вот вал проходит, сделать, где-нибудь скачать, как это всё выглядит. Это будет именно по пазам, по тем деталям, где будут установлены какие-то валы, трубы и так далее. Вот что касается по двигателю, тоже в будущем надо рассмотреть, как сделать именно двигатель. Более-менее, чтобы всё это дело сюда можно было вставить. Так, ну давайте дальше рассматривать. Вот на примере вот этого всего я покажу, как сделать двери. Каркас, конечно, не настолько чёток, как бы мне хотелось. Нужно тут ещё кое-что доработать, посмотреть, как вот это всё сделать гладким, чётким. Сделать какие-то переходы, крылья, какие-то пазы за воздуховоды, или как их называют. Ну, словом, дизайн, пороги и так далее. Ну, вот что-то в этом духе. Нос объединил с корпусом, и всё вот так вот выглядит. Давайте сетку ещё посмотрим. Вот такая сетка после Dynames. Ну, в принципе, пойдёт 378 тысяч полигонов. Нормально. Так, что ещё тут произошло у меня? Вот именно вы видите, что здесь вот плоховато. Вот эти вот части надо будет тоже как-то вычесть, удалить. Закрыть вот эту часть, багажник, отделить от кабины. Можно было делать так. Сделать дубликат и сделать корпус отдельно, вычесть его. Потом багажник уже отдельно вычитается квадратом. И тогда здесь бы появилась нормальная перемычка. Здесь вот тоже чуть-чуть недочёт. Ну, в принципе, не настолько страшно. Здесь можно поставить панель. И чтобы в будущем работать именно, наверное, вот с этой машиной, нужно сделать вот так вот маскирование. Сделать полигруппу Ctrl W и всё это дело разделить. Вот тогда уже здесь вот можно будет работать нормально. Потом всё это дело объединить. И здесь уже поставить кресло, сделать панель, руль и так далее. Ну что, погнали разбираться теперь с дверьми, со стёклами. Как всё это дело делать? Добавляем Append. Опять же куб. Всё делаем с куба. Это всё проще с него и так далее. Всё нормально. Так, выставляем. Зеркалка работает у нас с левой стороны на правую. Так что будем делать вот эту сторону. Теперь заходим в Geometry, Size и всё это дело нужно сплюснуть. Я немного путаюсь тут по осям, так что уж извините. Сейчас пока надыбаю. Вот она. Вот что-то в таком духе. Теперь с помощью MOV мы это всё перетаскиваем вот так вот. Делаем немножко потолще, вот таким вот образом. И делаем всему этому Dynamesh. Смотрим сетку. Наверное, чтобы чётче всё выглядело, надо работать с большими полигонами. Но я пока покажу так. Ставим прозрачность. Вот таким вот образом. Корректируем немножко дверь, чтобы попадать именно вот на эти части, на эти. Ну, чтобы всё как положено. Следом, ставим Ctrl-Shift обрезку и делать её будем крим-циркл вот этот. Боковую обрезаем крим-циркл. Чуть-чуть берите поменьше двери, чтобы потом её не подгонять. Нет ничего такого, чтобы не делать. Так, Ctrl-Z. Заранее сделаем давайте дубликат. Дубликат. Его отключим. Прим-рект пока включим. Вот здесь вот именно по балке посередине проведём. И вот здесь вот немножко, наверное, вот так вот откорректируем. Потом опустим, здесь будет порог. Ну, а теперь можно трим-курф брать и вот таким вот образом обрезать. И здесь тоже берите чуть-чуть ниже крыши, чтобы крыша вот именно потом вписалась в дверь, как положено. Так. Ну и вот эту часть тоже, наверное, надо удалить. Что-то вот таким образом здесь вот теперь делаем динамэш. Так. Он у меня не включен. Вот теперь сработал Ctrl-W. Ещё раз динамэш. Всё. Теперь, что нам нужно. Вот именно обрезать дверь, так как она вот будет здесь вот установлена. Мы её немножко переводим вперёд. Вот так вот. И вот здесь вот можно поработать, если дверь будет у нас дутая, обтекаемая, да, то можно поработать именно вот этим клип-циркалом. Вытягиваем её немножко вот так вот. Делаем чуть-чуть и покат. И вот таким вот образом ликвидируем ненужную часть. Вот дверь уже более такая изогнутая. Вот обрезать именно вот так полукругом уже не получается. Начинается ломка. Ну давайте попробуем. Раз уже показываю, давайте показывать до конца. Так. Вот таким вот образом если её обрезать. Ну, в принципе, получилось. Потом посмотрим, как она себя поведёт. И постоянно делаем Ctrl-W и делаем динамэш. Вот так что-то получается. Теперь немножко дверь надо подкорректировать. А подкорректировать её как? Ставим Ctrl-Shift и ставим именно DreamRack вот этот, наверное. Так он не получается. Значит, давайте попробуем DreamCurve вот этот. И вот так вот по окну выбираем Ctrl-Shift и Alt-ом жмём вот так вот. Ну вот что-то в этом духе получилось. Опять же делаем динамэш. И ставим Draw Size побольше. И попробуем именно полишем пройти, чтобы дверь более мягко смотрелась. Так. Ну вот что-то вырисовывается. Вроде прикольно. Но с этим, опять же, нужно ещё будет поработать, подкорректировать, что-то тут подогнать, как всё это будет выглядеть. Так. Вот так вот сделать ещё можно маску. И с помощью Ctrl-I вот так всё это дело немножко подкорректировать и с помощью Moff довести до двери. Так. Ну вот уже, в принципе, нормально получается. Так. Сразу можно поставить именно Moff Topology и вот так чуть-чуть здесь уже вот так вот изгиб этот подкорректировать. Или обрезать его потом полукруглым сделать, чтобы дверь уже прикольно смотрелась. Так. Что ещё делаем? Вот сделан у нас дубликат. Вот он. Куб. Делаем ему ещё один дубликат. Это будет, значит, дверь, выборка и стекло. Заходим в Geometry, жмём Size и давайте его немножко вот так вот сделаем больше, чтобы он на дверь попадал. Так. Теперь один куб отключим, дверь можно отключить. Делаем всему этому Dynamex и вот здесь уже надо смотреть, что да как. Вот. Теперь всё видно. Делаем теперь окно. Опять же обрезаем чуть-чуть ниже. вот так вот. Потом берём опять же ещё ниже. Прогоняем бот по этой части. Окно можно потом, если что-то дорезать, уже в этом не волнуйтесь. Можно чуть-чуть и больше его сделать. Так. Ну и где-то, наверное, вот здесь можно его вот так вот обрезать чуть-чуть. Что-то в таком духе. Делаем Ctrl-W и делаем Dynamex. Маску снимаем, просто проводим. Он здесь должен быть включен. Вот он, видите, нажатая кнопка Dynamex, чтобы постоянно сюда не лазить, не бегать. Так. Ну вот, прикольно стоит, изящно. Давайте теперь всё это дело вычтем. Ставим на вычитание, переходим на дверь. Прозрачность можно уже убрать и делаем Merchdown. Снимаем маску. Вот вычитание произошло, вот такая у нас дверь получилась. Ничего так. Опять же, делаем Ctrl-W, одну полигруппу и делаем Dynamex. Так, что делаем с этого, вот с этой детали теперь? С этой детали мы делаем стекло. Переходим в геометрии. Тут нам уже толщина не нужна. Можно даже сделать потоньше, вот таким вот образом. Даже нет, давайте потолще сделаем. Для чего это нужно? Чтобы стекло именно вот по двери легло. Теперь можно машину уже корпус отключить и работать только с дверью. Вот такая дверь получилась. Чуть чуть можно ее здесь еще сделать мягче. А мягче ее можно сделать с помощью опять же мофт ополаджи вот таким вот образом. Вот что-то в этом духе. И вот эту часть тоже чуть-чуть сделать дутой. Конечно, неудобств много, но в принципе все можно сделать. Так, переходим на наше стекло и вот здесь опять же поработаем клип циркл. Вот так удалим и попробуем еще вот так вот тоже. Делаем Ctrl W и делаем одну полигруппу. в смысле делаем дайна мэш. Ctrl так Shift левая кнопка мыши выравниваем. Ставим Trim Rect и немножко вот так все это делаем подрезаем. Опять делаем Ctrl W делаем дайна мэш. Trim Curve теперь и вот так вот все аккуратненько надо это все дело подобрать. вот что-то в таком духе. ну а здесь уже можно Ctrl Shift Alt Ctrl Shift Alt и вот так все это дело подгадать. Теперь делаем Move чуть-чуть вот сюда вот к двери подводим. Чтобы запас был уменьшаем Drive Size выравниваем чуть-чуть дверь вот так вот корректируем вот так вот и погнали Ctrl Shift Ctrl Shift Alt Ctrl Shift Alt Ctrl Shift Alt Назад назад возвращаемся и Ctrl Shift Alt W Ctrl Z Что-то тут у меня пошло не так Ctrl So W. Так, ну вот уже симпатично. Делаем динамэш. Прозрачность убираем, поле F убираем. И уже здесь стекло можно доработать. Немножко с помощью MOV вывести вот сюда. Даже можно вот так вот где-то её припустить. Вот так вот. С помощью ротации немножко подкрутить. И с помощью MOV немножко вот так вот выровнять. Вот так вот. И в деформации сделать релакс. Вот опять же построение именно стекол и двери. Вот когда стекло будет опускаться у машины, вы видите, что казус какой, да? Что вот этой части, в принципе, не должно быть, чтобы окно открылось до конца. Получается вот такая штука. И допустим, если мы вот это всё дело обрежем. Вот так. И с помощью MOV вернём стекло на прежнее место. Вы видите, что насколько дверь не соответствует. Ну, вот такие вот вылазят мелочи, которые надо запоминать. И в будущем именно делать уже каркас по соотношению вот именно двери. Получается, дверь нужно где-то вот так вот ровно вот здесь вот ещё обрезать. Или уменьшать по ширине. Вот здесь вот чуть-чуть добавить тогда надо будет. Дверь чуть-чуть должна быть идти вот так до низа. А здесь можно чуть-чуть внизу округлить. Ну, вот такие вот вылазят казусы. Ну, в принципе, вот так вот смотрится нормально. Так, посмотрим инфлатен. Чуть-чуть сделаем потонше стекло. Кстати, тоже проблематично. Здесь можно сделать уже накладку на дверь. И сделать тут, допустим, под динамики там панельку какую-нибудь. Но это уже заморочки в будущем. Так, ну что. Жмём Ctrl-W. Делаем Dynamesh. И дверь тоже. Жмём Ctrl-W. Делаем Dynamesh. Вот теперь у нас две разные полигруппы. И мы можем их уже объединить. Сделать Merchdown. Вот такая получилась дверь. Включаем корпус. И с помощью Mock здесь уже можно её устанавливать, корректировать. Вот где-то вот так вот. Ну, я думаю, что принцип понятен, как я делал, да? Перейдём дальше. Рассмотрим уже машину полностью с деталями. Стёкла тут точно так же я вставлял. Так, и вот получается вот такая машина. Вот такие у неё получаются детали. Окна, двери, колёса. Колёса, кстати, я не стал заморачиваться делать. И скачал с той программы, которую выкладывал в предыдущем видео с LEGO онлайн. Так, ну что ещё можно разобрать вот именно по машине? Ну, в принципе, всё нормально выглядит. Все детальки. Вот если дальше дорабатывать, надо уже подойти к этому, конечно, серьёзно. Разбираться нужно полностью в дизайне, делать, возможно, даже крылья отдельно, какую-то корпусину отдельно, если какая-то модель вам попадётся уже, ну вот это от балды машина. А если копировать какую-то машину, то там надо уже досконально что-то смотреть, как идёт нижняя часть, верхняя, вычитание, обтекатели, ну вот что-то в этом духе получается. Так что зебра может делать и машины. Вот такой способ я вам предлагаю. Он, конечно, ещё сыроват, так как у меня не хватает именно знаний вот по дизайну, по каким-то деталям. Это можно делать отдельно, вот воздуховоды, капотом заняться отдельно. Процесс, конечно, будет долгий. Фары можно сделать со сферы, там обрезать, подогнать. Здесь вот сделать номер настоящий, тоже используя текстуры отдельно, и чтобы он прикручивался. Надо ещё разобраться, что тут с двигателем, как устроим выхлопная труба, доработать багажник, сделать замок для багажника, ну, словом, ещё ручки на двери, а также вся остальная штука, которая нужна. Вот вы видите, что багажник у меня немножко плоховато вычился. Вот этот бок у меня появился, но его можно ещё прибрать. Это уже не проблема. Так, ну что, давайте посмотрим, как эта машинка себя ведёт в программе Sculptris, если, допустим, в Sculptris её долепить. Вот загнал я сюда автомобиль. Sculptris, вы видите, что он его принимает. Всё нормально, сетка не сильная. Всё хорошо, я тут сетку чуть-чуть подкорректировал с помощью W вот этих вот, и вот этого Reduct Selection Selected. Словом, вот такие вот штуки можно делать. Опять же, можно машину здесь не дорабатывать, а вот именно если закинуть в Sculptris корпус, то здесь с корпусом можно сделать очень хорошие вещи. Мне вот тут нравится именно как Sculptris выглаживает. Вот вы видите, мягенько всё как-то идёт. Не то что... И вот таким вот образом сделать корпус. Только фары нужно делать уже потом отдельно. Вот машина уже преображается. Сделать можно здесь чуть-чуть её выгладить. Интенсивность побольше. Вот так вот. И вот так всё это дело сделать обтекаемым. Вот вы видите, что перед вообще меняется. Также здесь можно поработать с капотом. Очень ровно его можно сделать. Вот так всё это дело подкорректировать. Здесь вот сделать какие-нибудь заборники. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, с корпусом можно здесь хорошо поработать. И может получиться прям неплохая машина. Вся беда в чём? Это в корпусе. Мне хотелось бы, чтобы корпус более был чёткий, более такой, что ли, качественный. Вот можно вот так ещё тут выгладить всё. Преобразовать, сделать углубления какие-то. Допустим, ну вот, что-то вот таким вот макаром вдавить где-то двери. Вот так вот. Вот уже, кстати, смотрится более интереснее. Всё, всем пока, до свидания. Вот такой был эксперимент лепки автомобилей.